В эфире Лицкого телевидения информационная программа События. С новостями региона вознакомят корреспонденты Лицкого телевидения и я, Павел Балейшис. Здравствуйте. Смотрите в сегодняшнем выпуске. Большие дела года малой родины. В трудовых коллективах обсудили итоги 2018-го. Рискуя собой, они спасают других. Поздравления принимают спасатели пожарные. Ими гордятся земляки. Лицкие школьники завоевали на бластных предметных олимпиадах 84 диплома. В ожидании праздника православные верующие готовятся к крещению и крещенским купаниям. Маленькие, но профессиональные семь хоккейных команд ведут борьбу в Лиде за награду открытого районного турнира Лида Кап-2019. Большие дела года малой родины. Главная тема январского единого дня информирования населения. И в трудовых коллективах лично было что обсудить. В прошедшем 2018-м в регионе немало сделано по наведению порядка на земле и по благоустройству памятных мест. Предприятия осваивали новые виды продукции и продвигали их на зарубежные рынки. Лицкие школьники и молодежь заявляли о себе на предметных олимпиадах и в конкурсах различного уровня. Творческие коллективы приглашали на многочисленные мероприятия, а спортсмены радовали достижениями на спортивных площадках. Личина в прошлом году стала еще более привлекательной для туристов. Разнообразили работу, существующие объекты, а также появились новые. Жители нашего региона приняли активное участие в многочисленных республиканских областных и районных акциях, в том числе проводимых под девизом «Моя малая родина». 2019 и 2020 годы также объявлены президентом Беларуси годами малой родины, поэтому во всех сферах будет продолжена работа на благо личины. Мы подвели итоги 2018 года и хотел бы сказать, что итоги хорошие. Районное собрание по подведению итогов 2018 года пройдет в Дворце культуры города Лиды 15 февраля, где мы подведем итоги, где будут чествоваться лучшие работники Лидского района, лучшее предприятие, лучшие организации. И 2019 год начался уже с побед. 84 призовых места на областной олимпиаде заняли наши учащиеся, которые будут представлять Гродненскую область в республиканской предметной олимпиаде. 12 учащихся детских школ искусств и музыкальной школы награждены премией специального фонда президента республики Беларусь. Уже начало года послужило новым делам. Вообще 2019 год предстоит сделать очень многое, достаточно насыщенный. Будут строиться новые дома для многодетных семей, для детей-сирот, для семей с детьми-инвалидами. Будут ремонтироваться дороги, построен новый мост на улице Носково, будет введен в эксплуатацию Лидский замок. Планируем, что в 2019 году город украсит памятник Гедемину и многие-многие другие события, которые мы планируем в 2019 году, будут обсуждены на заседании Лидского районного исполнительного комитета, поставлены задачи и в ближайшее время вы о них узнаете. Среди обсуждаемых в трудовых коллективах тем была безопасность на льду. В зимний период она достаточно актуальна, тем более, когда на смену морозу приходит отепель. Каждый должен помнить, беспечность на водоемах может завершиться трагедией. Шла речь во время единого дня информирования населения и о проблемах распространения и профилактики таких неинфекционных заболеваний, как рак, диабет, болезни сердца и кровообращение, астма. Жители Литчины завтра имеют возможность пообщаться с заместителем председателя райисполкома Андреем Ковригой. С 9 до 12 часов он будет проводить прямую телефонную линию. В указанное время звонки будут приниматься по номеру 52-42-43. Обратите внимание на следующую информацию. Комитетом по труду, занятости и социальной защите Гродненского облсполкома осуществляется сбор информации об интересующих жителей области вопросах, касающихся базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Их можно направить на электронную почту декрет-3-гродна-собака.gmail.com до 20 января включительно. Разъяснения и комментарии по наиболее актуальным вопросам будут опубликованы в областных и районных средствах массовой информации, а также размещены на сайте Комитета по труду, занятости и социальной защиты Гродненского облсполкома в рубрике «Вопрос-ответ». На вопросы, не освещенные в средствах массовой информации, специалисты дадут разъяснения в индивидуальном порядке. Продолжаем выпуск. Риск, отвага, смелость – это жизненная кредо спасателей, которые 19 января отметят свой профессиональный праздник. По этому случаю в Лицком дворце культуры состоялось торжественное мероприятие, на которое были приглашены работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Сегодня чрезвычайным ситуациям в регионе противостоят более 200 спасателей-пожарных, каждый из которых – профессионал и в любую минуту готов прийти на помощь. Даже в праздничный день все не смогли лично принять поздравления от руководства района и отдела, так как службу работники МЧС несут круглосуточно. Помогают им в работе специальная пожарно-спасательная техника, которая была представлена у Дворца культуры, и аварийно-спасательное оборудование, увидеть которое можно было на выставке во Дворце культуры. Однако без профессиональных спасателей-пожарных все это не может помочь в случае пожара или стихийного бедствия. Поэтому руководитель районного отдела по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Белявский на торжественном мероприятии поблагодарил свой коллектив за службу. Уважаемые коллеги, поздравляю вас с профессиональным праздником, Днем спасателя. Желаю профессионализма, мужества и отваги в выполнении поставленных задач. Ветеранам-спасателям желаю крепкого здоровья и долголетия, а гражданам нашего региона безопасной жизнедеятельности. За работу в 2018 году отличившиеся четверо работников Лидского отдела по чрезвычайным ситуациям были удостоены знака Министерства по чрезвычайным ситуациям «Отличник». Еще четверым были вручены медали за безупречную службу третьей степени. В августе медалью за безупречную службу был отмечен командир отделения 1-й пожарной аварийно-спасательной части Виталий Клещенко. В МЧС он работает уже 20 лет. За это время более сотни раз выезжал на тушение различных пожаров и ликвидацию последствий других чрезвычайных ситуаций. Вместе с коллегами спас не одну жизнь. По случаю профессионального праздника Виталию Клещенко была вручена грамота Министерства по чрезвычайным ситуациям. Почетность, что получил такую награду президента за безупречную службу третьей ступени. Очень приятно получить было. Но я считаю, что эта награда не только является моей, а всего нашего дружного коллектива заслуженной. 84 диплома и 26 похвальных листов. Таким в этом году был результат участия наших школьников в областных предметных олимпиадах. Практически каждый второй учащийся из сборной Лицкого района вернулся домой с наградой. Команда в этом году была в достаточно большом представительстве. Практически на 40 человек больше, чем в прошлом году. 183 человека. И наши дети, как всегда, нас порадовали своими результатами. В нашу копилку, в копилку Лицкого района они привезли 84 диплома различной степени. Это на 6 дипломов больше, чем в прошлом году. Необходимо также отметить, что порадовало нас то, что качество дипломов также улучшилось. В частности, дипломов первой степени в этом году, в 16 в прошлом году. Это практически на 50% больше, чем в прошлом году. Есть у нас абсолютные победители по предметам. Это учащийся в гимназии номер один Сечко Васильев. По информатике стал абсолютным чемпионом на областной олимпиаде. Васильевич Даниил, учащийся в средней школе номер 16. Также абсолютная строчка по математике. Кроме того, необходимо отметить, как я уже говорил, что в целом качество дипломов подросло. По количественному составу дипломов на первом месте, как всегда, у нас гимназия номер один города Лиды. Это 34 диплома в копилке Лицкого района. И лучший результат. Но не лучший результат, к сожалению, в области. Хотя мы все, конечно, болеем за нашу гимназию, которая долгие годы была лучшей в области. За гимназию у нас средняя школа номер 17. В ее копилке 13 дипломов. Затем средняя школа номер один. 7 дипломов. Кроме того, потрудились достаточно много учреждений образования. Хочу сказать, что география учреждений также расширилась в этом году. 18 учреждений, но 5 учреждений больше, чем в прошлом году, имеют и могут похвастаться детьми, которые заняли призовые места на областной олимпиаде по учебным предметам. Хотелось бы отметить также город Березовка. Во всех учреждениях общего среднего образования есть победители областной олимпиады. Если говорить о селе, там по одному призеру в таких сельских учреждениях образования, как дворище, Бердовка, Йотки и Детва. Уже известно, что в составе сборной Гродненской области в республиканских предметных олимпиадах примут участие как минимум 25 лицких школьников. В их числе будет и 11-классник 17-й школы Сергей Лоза. Его достижениям по физике можно позавидовать. Он неоднократный победитель и призер областных и республиканских предметных олимпиад в Беларуси. Летом прошлого года завоевал серебро на международной олимпиаде школьников Туймаада, которая проводилась в Якутии. В ноябре стал бронзовым призером экспериментальной международной олимпиады Витебской области. А в январе получил бронзовую медаль на международной Жаутыковской олимпиаде по физике в Казахстане. Эта олимпиада достаточно высокого уровня, сравнима с республиканской и другими международными олимпиадами. Но есть в ней одна изюминка – это то, что она проходит раньше этих олимпиад. Тем самым надо выучить программу 11-го класса за более короткий срок, что сложно для большинства детей. И поэтому возникают такие сложности. Ты получил удовлетворение от бронзовой медали или все-таки огорчился, потому что не золото? Был немного огорчен, но удовлетворение все же получил, потому что возвращаться с медалью – это все-таки лучше, чем возвращаться вообще без медали. За награды международной олимпиады по физике боролись 155 ребят из 20 стран мира. Это были сильнейшие школьники в данном предмете. Среди них немало старшеклассников, с которыми Сергей Лоза может встретиться на других международных состязаниях. Из команд различных московских школ было очень много детей, которые в будущем могут выступить также на международной олимпиаде и придется с ними конкурировать. Также и школьники из Саранска очень неплохо выступили, их команды, потому что, ну, зачастую школьники из Москвы, которые выступают на международных олимпиадах, это просто школьники из других городов, которые решили перебраться либо в Москву, либо в Петербург. Что дальше? Какие планы? Дальше готовятся к республиканской олимпиаде. К республиканской олимпиаде, как и другим интеллектуальным состязаниям, Сергей Лоза готовится под руководством учителя физики Дмитрия Тежека. Его учащиеся последние лет 10 всегда в числе победителей и призеров областной и республиканской олимпиады. А Сергеем Лозой им по силам оказались и международные испытания. Ежедневные занятия и многочисленные опыты увенчались успехом и на международной желтыковской олимпиаде в Казахстане. В принципе, уровень заданий на этой олимпиаде, которая проходила в Алма-Ате, примерно уровня сложности нашего заключительного этапа республиканской олимпиады и также некоторых международных олимпиад, потому что иногда задания попадают туда с различных международных. Чтобы туда подготовиться, конечно, необходим талант, желание ученика Сергея, потому что не все ребята могут так неординарно мыслить, как, допустим, Сергей. И в чем заключалась сложность этой олимпиады, что необходимо было пройти всю школьную программу 11 класса, которую они еще до конца не изучили в школе. Поэтому большая была нагрузка на ученика, на Сергея. Но нам удалось с этим частично справиться. В субботу у православных верующих праздник Богоявления или Крещения Господня. Он установлен в честь события евангельской истории Крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Завтра утром во всех храмах пройдут праздничные службы, а затем будет совершен чин освящения воды. В Лиде в 15 часов начнется крестный ход. Священнослужители и верующие пройдут вместе от архистратика Михайловского кафедрального собора к Лицкому озеру, где по традиции можно будет окунуться в Иордане. Завтра у нас великий 20-й праздник – Крещение Господня, когда мы вспоминаем то событие евангельское, когда Христос вошел в реки Иордана и принял крещение от Иоанна Крестителя. И вот во всех храмах 19-го числа пройдут богослужения, после которых будет освящаться вода. Ну и также по сложившейся традиции будет совершаться у нас крестный ход к Лицкому озеру, где будет освящена также вода. Но хочется сказать, что все-таки первостепенным и важным моментом для христиан является это богослужение, молитва в этот день. А уже вода крещенская – это уже, скажем так, второстепенный момент. И, конечно, мы стараемся прийти в этот день, почерпнуть воды, которая должна приниматься на тащах, как великая святыня. Ну и сложилась такая традиция, которая пошла к нам со святой земли, где постоянно, каждый день, нужно сказать, в реке Иордан паломники погружаются в эту воду, ну, скажем так, в знак крещения Господня. И вот у нас тоже есть такая традиция погружения прорубь, но нужно сказать, что к этому нужно относиться очень осторожно. Это не, скажем, обязательное такое требование. Вырубить Иордань работникам Литской спасательной станции помогли коллеги из районного отдела по чрезвычайным ситуациям. В купеле размером 3 на 10 метров смогут окунуться все желающие. Однако медики не советуют это делать неподготовленным людям или имеющим проблемы со здоровьем, так как температура воды в озере сейчас составляет минус 1 градус, а на улице завтра днем ожидается до 5 градусов мороза. Во время празднования Крещения Господня ожидается массовое окунание людей в прорубь. Как правильно вести себя во время этой процедуры? Конечно же, надо заранее подготовиться. Надо запастись сухим полотенцем, обязательно термосом с горячим чаем. Когда подходить будете к проруби, надо, чтобы обувь была не скользкая. Опускаться рекомендовано в прорубь медленно, находиться в воде не больше 10 секунд. По традиции, за это время достаточно окунуться трижды. Не рекомендуется окунаться в прорубь людям, которые имеют тяжелые хронические заболевания, сердечно-сосудистые системы, дыхательные системы, нервные и мочеполовые. Также нежелательно подвергать такой процедуре заранее неподготовленных детей. Запрещено принимать алкоголь. В конце выпуска новости спорта. Минифутбольный клуб «Летельмаш», одержав две победы над Микошевичским гранитом в четвертьфинале, стал полуфиналистом 29-го розыгрыша Кубка Беларуси. Также в полуфинал вышли футболисты столицы охраны «Динамо» и «Ветена». Полуфинальная стадия Кубка Беларуси пройдет 13-го и 27-го февраля. Соперник «Летельмаша» – столица. Напомним, играть они будут до двух побед. Со счетом 4-0 в четверг обыграл «Лиду» хоккейный клуб «Динамо Молодечно». После этого матча чемпионаты Беларуси в экстралигии «Рыцари» шестые в турнирной таблице. В следующий раз у «Лиды» выездная игра с молодежной сборной Беларуси. Она состоится в субботу. Жаркое сражение на льду. В «Лиде» начался открытый районный турнир по хоккею с шайбой «Лидо Кап-2019». В нем принимают участие 7 команд, в составе которых играют ребята 2010-го года рождения. Это «Лида-2010», «Гродненский неман», «Солигорский шахтер», «Три дружины из Минска» и «Одна из Киева». За три соревновательных дня каждая проведет шесть матчей. Как отмечают организаторы турнира, руководство и тренеры Лидской детско-юношеской спортивной школы по хоккею с шайбой, он будет интересен не только детям, но и взрослым. Ведь юные хоккеисты показывают достаточно профессиональную игру. Детские турниры среди детей спортивно-обучающихся 2010-го года и остальных годов у нас проводятся каждый год. Полномерно для повышения уровня развития спортивно-обучающихся шайбой, а также для достижения успехов, результатов. Тем более в следующем году ребята 2010-го года у нас будут выступать в «Соликанском чемпионате». И для этого мы проводим ежегодно турниры, для того, чтобы они повысили свое мастерство, чтобы показали, как они подготовлены, к чему им стремиться в дальнейшем. Сегодня в Лидском и Ледовом дворце прошли семь первых матчей хоккейного турнира. В субботу игры начнутся в 8 часов, а в воскресенье – 8.15. Это последняя информация выпуска. Хороших выходных, спасателей с предстоящим профессиональным праздником!